В Казахстане внесут поправки в закон об образовании. В частности, будет изменена норма, обязывающая детей идти с 6 лет в первый класс, сообщает Пресс-служба Министерства образования и науки. Смысл внедрения предшкольного класса очень прост. Цель – подготовить детей к первому классу по единой программе, а именно перенести наиболее легкую часть учебной программы из первого класса в предшкольный, так называемый «нулевой». Предполагается, что освоить алфавит, чтение и познакомиться с цифрами дети вполне могут заранее. С этого учебного года школы обязали всех шестилеток принимать в первый класс. Организация образования, реализующая общеобразовательные учебные программы начального образования, обеспечивает прием в первый класс детей с 6 лет и детей, которым в текущем календарном году исполнится 6 лет. С обеспечением доступа всех детей, проживающихся на территории обслуживания организации образования, независимо от уровня подготовки. Подготовительные классы также функционируют. Сюда принимают даже пятилеток, потому как не во всех детских дошкольных учреждениях сейчас функционируют подготовительные группы. Выпускной детсадовской группой в большинстве своем остается старшая. Дальше родителям приходится решать вопрос с обучением ребенка самостоятельно, либо дома под присмотром взрослых, либо отправиться на поиск подготовки в другом саду, либо нулевой класс школы. К слову, малыши неплохо осваивают материал в таком возрасте, даже сидя за партами. В нашей школе мы принимаем в нулевой класс детей в 5-6-летнем возрасте. Работаем по специальной учебной программе в режиме школьных занятий, без сна и отдыха, как это происходит в детсаду. До обеда они учатся, потом уходят домой. Занятия больше проходят в игровой форме, чтобы детям было интересно и неутомительно. Материал наши малыши усваивают хорошо. К слову, Минобразованием предусмотрена разработка единой программы и учебников для нулевых классов. Пока все они разнятся, также планируется подготовка воспитателей, доведение их знаний до уровня учителей начальных классов. Внедрение единой программы учебников для нулевых классов планируется на сентябрь 2020 года, сообщает ведомство. При этом отмечается, что если школы имеют возможность организовать нулевой класс в своем здании, у них есть на это право. Для первых классов с 2016 года у нас обновленные программы содержания образования. Поэтому с этого года, с того года, с 2016 года у нас обеспечены учебники. Все первые классы уже полностью обеспечены с учебниками. И, конечно, для первых классов мы обучаем учителей. Переподготовка уже началась. С февраля месяца уже переподготовка началась. Таким образом, нулевые классы откроются по всей стране в детских садах и школах в 2020 году. Однако в действующем законе об образовании есть норма, обязывающая детей шестилетнего возраста идти в первый класс. Данная норма закона будет изменена. Вместе с тем, он подчеркивает, что в 2019 году, как и в прошлом году, дети, которым на 1 сентября исполнилось полных 6 лет, могут идти в первый класс. Дети, которым к 1 сентября не исполнилось 6 лет, по желанию родителей могут идти в школу, либо остаться в детском саду. Семилетние дети также принимаются в первый класс. Но надо учесть, если дети уже прошли предшкольную подготовку в детских садах, они не смогут ее пройти повторно и должны пойти в школу. Ирина Гутиц, Алексей Уразов, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин